Приветствую и добро пожаловать обратно в игру. Это Ризен. Пора поговорить с Доном. Правда? А я человек небесчувственный. Все, что я могу для тебя сделать, это выдать вот этот эликсир. Он у меня уже очень давно ждет момента, когда понадобится. Я думаю, его время пришло. Бери его и используй с умом. Это лучше, чем ничего. Спасибо. Да, действительно неплохо. Хотя и бесполезно для мага. Ты когда-нибудь был в нижнем склепе храма? Нам не удавалось особенно далеко пробраться в глубокие проходы. Там странная синяя... не знаю что. Кто-то запечатал часть помещений магии. Мы пока что не смогли пройти за барьер. Конечно не смогли. Вы не знаете нужного заклинания. Вот. Ты тут знаешь больше, чем я. Если найдешь способ пробраться вниз, используй его. Только проверь сначала, что там. Нам ни к чему очередная толпа этих тварей тут. Ладно? Ты знаешь, что находится в нижних склепах храма? Судя по этим надписям, думаю, что здесь был погребен жрец. Кто бы ни построил этот храм, он явно имел дело с черной магией. Советую вести себя здесь крайне осторожно. Возьми этот свиток. Подозреваю. Магическая защита. На самом деле не понадобится, но ладно, все равно. Лучше, чем ничего. Так, всего два основных задания. Камни телепортации и части доспеха. Так, в этой гробнице был. И еще в какой-то, вот в этой, кажется. Да, точно. Третья. И, соответственно, восточная и западная. В подземельях вулкана. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музыка боя все еще не прошла. Кто-то значит меня видит. Так вот, снова видна дверь и алтари. Продолжение следует... Думаю, пока время есть. Ну вот. Интересный вопрос, очень хороший был задан в одном из последних видео. А, значит, насчет Готики 2 онлайн. Хотел отписать там, но получилось слишком много мыслей для комментария. Слишком долго было бы. Да и формулировать не так просто. В письменную речь... Вид довольно хрупкий. А, тусный. В общем... Впервые услышал, я не помню, когда разработка началась, наверное, в 2008 году или 2009. Довольно-таки давно. Но тогда-то занималась группа... Там, по-моему, 2 или 3 человека немцы были. Очень заинтересовался тогда, помню этим. Готик мультиплеер назывался проектом. Вид довольно хрупкий. Очень ждал. Много, как обычно, нафантазировал. Думал, какие блестящие возможности могут открыться. То есть... Ну, представлял, конечно, нечто вроде полноценной морпг. Например, World of Warcraft взять. Вот. И думал, о... Все такое же, только в мире готики. Здесь куча квестов будет. Мир, правда, я понимал, мир, конечно, маловатый. Для морпг. Но, тем не менее, если ограничить как-то... Ух ты. Серьезно. Так, еще раз. Ну, конечно, все в идеальном варианте представлялось. Представлял, какие можно будет делать бои замечательные. Например, воин будет. Хорошо расправляться с лучниками, так как он очень защищенный. Лучники будут... Ну, как я себе представлял, легко расправляться с магами. За счет своей подвижности и стрелковой атаки. Ну, а маги, в свою очередь, при помощи, например, кулака ветра, легко было... Сбивать с ног и уничтожать воинов. По принципу, камень-ножницы бумаги. Но, оказалось... Потом, в 2011, кажется, году я впервые... Вышла рабочая версия. Там, по-моему, поляки потом еще делать начали... Тоже свой готик-мультиплеер. Не помню уже, что там конкретно было, но... В общем... Признаться, я был очень... Обрадован, когда вышел. Но, в итоге, сильно разочарован. Потому что... Все мое веселье закончилось минут через 10-15. Конечно... Были очень забагованные версии. То есть, игра постоянно вылетала, клиент... Там, по себе... Зависала. Но не в этом даже дело. Просто... Сама по себе готика, она... Игра очень такая личная, я бы сказал. Как вот и Ризен. Пиранья Байтс умеют делать такие несколько отстраненные игры. Когда третий Ризен проходил, тоже я об этом не раз уже говорил, что... Когда вот вам все надоело, просто играйте в Ризен. Такая спокойная, неспешная игра. Путешествие по островам. Как правило, в полном одиночестве. Несколько отрешенно от всего. Вот, и... Атмосфера отрешенности, она всегда была присуща... Серии Готика и Ризен. Безымянный герой и прочее. И... Сама по себе многопользовательская идея вот как-то не очень хорошо сочетается... Со всем этим. Плюс, конечно, технические возможности крайне ограничены. Так что, не понимаю, как мне туда залезть. Так, попробую отсюда. И в итоге... Все превратилось... Вся игра многопользовательская в обычную дуэль. То есть, тупую... Тупую резню. Пусть меня, конечно, тут... Настоящие фанаты готики сейчас проклинают, но... Мне в готик мультиплеер не понравился. А... Так называемые руки... Ролевые миры есть. Ролевые режимы где-то. Каждый должен отыгрывать свою роль. Меня, в принципе, не устраивает, потому что... На мой взгляд, это... Вверх глупостей. Местные божества, так называемые администраторы, всегда... Когда создают мир... Себя довольно хрупкий. Мало кто себя сделает, допустим, крестьянином... Или обычным рабочим. Создают сразу себя бароном или еще кем-нибудь подобным. И вот, якобы, отправляют тебя, простого воина, на поручение. Или ты, допустим, рудокоп там, или еще ты должен... Ну, это своего рода... Соблюдать правила игры, правила форума, правила общения. И обязан, якобы, отыгрывать свою роль. То есть, допустим, если ты рудокоп, должен добывать руду, делать все, что тебе говорит твой повелитель. Или там... Если ты воин или охотник, ты должен охотиться, добывать шкуры, приносить пользу обществу. Но все это... Исключительно на личной договоренности. Ну, как понимаете. В общем, подобная игра для меня всегда заканчивалась сотнями ненависти со стороны игроков, админов и в итоге баном и тоннами лулзов с моей стороны. Когда, например, по правилам игры я должен делать какую-то определенную работу, ну, то есть, отыгрывать свою роль. Вместо этого я просто хватаю меч и начинаю всех подряд резать. Вот она, секира титана. Не, ну, конечно, есть любители. Это очень похоже, знаете, вот сайт я уже как-то не раз о нем упоминал. Сам по себе очень довольно-таки неплохой, информативный, но... World of Players называется. Изначально, как World of Gothic был... Точка ру. То есть, это как подразделение было World of Gothic D, ну, немецкого фан-сайта. И в итоге перерос в World of Players. Ну, и там очень много неточной информации есть. И все потихоньку сливается как-то. Непонятно во что. Там тоже проводятся форумные игры, ролевые. PRPG, кажется, называется. Я абсолютно не понимаю вообще, зачем это, для чего. То есть, там люди играют в какую-то... Придумывается сюжет игры, предыстория. И игроки выбирают себе имя, потом ограниченное количество. Там идет также этих профессий, специальностей. И каждый, ну, своего рода творческий процесс. Ну, якобы творческий. Так. Что же, почему не открылось? И начинают там придумывать себе персонажи, предыстории и прочее, прочее. И все это в режиме обычного форумного общения происходит. То есть, ты написал, к примеру, вот сегодня был, своего рода, как дневники. Дневники сумасшедшего. Такой-то день я там поймал то-то, то-то и иду теперь туда. Я не знаю, на мой взгляд, это просто ребячество. Зачем себе лишние какие-то заботы создавать совершенно, на мой взгляд, никуда не нужны, когда можно вот зайти и в прекрасную игру поиграть. Отлично. Призрачного лорда только вот это вот. Огонь может поглотить. Итак, подводя итог, значит. Готик мультиплеер. Просто тупая резня для меня вот это вот. Веселье, как я сказал, составляло только в своеобразном таком троллинге. То есть, нарушение всех правил и прочее. В принципе, игра готика всегда и была на этом построена, что наш главный герой... Вот, молот Титана, отлично. Наш главный герой всегда был таким бунтарем, нарушителем правил. Ах! Ах, вот оно что! Точно, я нечаянно попал по этой кнопке, когда целился в этого призрачного лорда и активировал огонь. Ну что ж, тем лучше. Что робот, что вот этот вот... Выходит из народа. Такой всегда был своеобразный. Делал то, что ему хотелось. Ну, конечно, не забывая о какой-то... Высшей, так сказать, цели. Так, что-то... Ах, да! Секира Титана! Урон от клинка 120. По-моему, это самое мощное оружие. 3 500 золота, 100 силы. И молот Повелителя Титанов. Побывавший в призрачных руках. Топор плюс... 5 или 6 даже. Посмотрю. Топор уровень 1. Мне нужен доспех Урсегора. Ах, да, надо сначала доспех. В общем, это топор урона дробящего 120. Хотя, по идее, это... Молот, конечно. Но навык это нет. Молот есть, только навык топор. Своего рода местный урезель. Ха, не требует вообще ничего. Так, ладно. Ах, ладно. Думаю, имеет смысл подняться наверх, доложить, рассказать, допустим, Дону о том, что у него тут под боком происходило. Ну, конечно, вот, насчет мультиплеера найдутся... Всегда найдется своя аудитория, свои, там, любители, но... Я уже не раз говорил, я не являюсь каким-то любителем модификаций большим. Я всегда предпочитаю больше в оригинал поиграть. А тем более, что мультиплеер довольно скудные функции предоставляет. Помню, вот, на этом же World of Players. Приглашаем вас, там, в Gothic Multiplayer. Сегодня, там, а, вы можете... Совместное... Как же там было... А, мы можем вместе прыгать с моста возле монастыря в воду. Как это мило. Мда. Мне нужно подумать, оставь меня. Я был в храме, в том, что на Востоке. И что там? Нашлось что-нибудь ценное? Уже нет. Ты действительно там все подчистил? Хорошо. Так Инквизиции ничего не перепадет. Ты прав. Это могила жреца. А-а-а. Звучит так. Будто ты уже побывал там, внизу. Так и есть. И, кстати, насчет черной магии, ты тоже был прав. Но тебе удалось выйти оттуда целым и невредимым. Вот. Возьми это. Это может очень пригодиться тебе в будущих испытаниях. Спасибо. Желаю тебе вернуться из вулкана целым и невредимым. Да, спасибо. Спасибо. Мне вот, знаете, это вот сейчас вот. Ха-ха. Кто-то у нас там был главный злодей в болотном лагере. Как же он, как же он. Что ж такое-то. Корга лом, во. Да, чуть не забыл его имя. Тебе, говорит. Эта миссия дарована тебе не мной. Она дарована тебе самим спящим. Невероятно. Молчи, глупец. Вот тоже самое. Прыжки, совместные прыжки с моста. Прогулки по лесу. Невероятно. Молчи, глупец. Наверняка найдутся такие. Корга ломы, которые готовы у меня просто. Будут, не знаю. Растерзать за то, что я. Что-то нехорошее сказал в адрес Готики. Но. Опять же. Не надо все смешивать. Потому что Готика это Готик. Это шедевральная игра. А модификации уже. Конечно не. Пытались сделать нечто такое хорошее. Но. Не надо все, что связывать. Обожествлять, скажем так. Так все, что связано с Готикой. Как-то. Более адекватно. Сексика. То есть не надо поедать все, что нам подают. Пусть даже и на тему Готики. Вот, кстати. Юго-западные руины. Я вот вспомнил. Что вот эти самые первые руины, которые мы встречаем. Мы очень редко здесь вообще бываем. Поэтому. Долго так вот не мог этот телепорт найти. И остался всего лишь один. В западную часть вот этих вот пещер. Ну я думаю, что смутно начинаю припоминать, что где-то там у жреца я смогу отобрать эту руну. Так, ладно. Крепость. Северный храм. Восточный. А, вот оно. Восточное подземелье вулкана. Обсидиан. Совершенно не нужен, поэтому. Не буду даже убрать. Колонна с картой. Карта всех зданий. Очень хорошо. Глянем. Ага, вот. Значит. Детальная карта этой гробницы. Снова алтарь. И еще один алтарь. Так, ну здесь ничего не остается, кроме как или наверх запрыгнуть, или пойти... Ну вот сюда. Ну вот сюда. Как странно. Здесь скорее всего... Да. Ух, черт. Ожидал нечто подобное, но все равно копался. Так, это очень плохо. Здесь кругом антимагическая зона. Так. Да, моя магия не работает. Но это не проблема. Так, что-то я быстро очень щелкнул. Даже не заметил, что я взял у него. Тут я вам замешана магия. Текст имеет отношение к магии. И есть. 200 мудрости, это максимум. Больше повышаться не будет. 200 мудрость. tastesecrags. Остация. Текст. Счеркет. Текст. Цена. Хочу. Чайки. видать что то есть закопал здесь кого то что то не зря же он тут стоял крыло титана двуручный меч лучший двуручник так уже похоже собрались собралось все оружие то есть есть меч титана одноручный полуторный затем крыло титана двуручный затем посох титана молот титана к секире относится потом собственно секира титана и арбалет титана то есть раз два три четыре лук титана разве что остался я вот не помню есть ли такой но и комплект брони потихоньку собираем его вид довольно хрупкий Так, вот я в какую-то внутреннюю часть пробился. Судя по всему, скоро встречусь со жрецом или вроде того. А пока делаем перерыв и продолжим в следующей серии. Оставайтесь с нами.